Газпром нефть запустила новый газопровод. Попутный газ с Новопортовского месторождения нефти пошел в общую газотранспортную систему страны. Газпром давно добывает тут нефть, ее грузят на танкеры. Но куда девать попутный газ? Впрочем, даже когда газопровода не было, попутный газ не сжигали, он закачивался в пласты обратно. Но теперь этот газ будет использоваться. Длина газопровода больше 100 километров. Конечно, сравнительно небольшое расстояние на фоне гигантских проектов потоков, но не все так просто. Чтобы не вредить природе Арктики, газопровод уложен ниже уровня морского дна на 5 метров. Другими словами, его закопали. Газопровод – часть более глобального проекта «Газ Ямала». В рамках проекта создается новый огромный кластер по добыче, а главное – переработке всех видов газа – и попутный, и природный, и газовый конденсат. То, что раньше просто сжигалось, сейчас идет на пользу нашей экономике. Там же начато строительство нового громадного газоперерабатывающего завода. Общие инвестиции в проект гигантские – 150 миллиардов рублей. Это как в сам газопровод, так и в установку комплексной подготовки газа. Газ пойдет в общую систему страны, но сначала с его помощью газифицируют село Новый Порт. Только подумайте, село находится рядом с богатейшими запасами газа, но газифицировано не было до сих пор. Конечно, обязательно напишут, что вот, мол, опять полезные ископаемые. Но это снова не совсем так. Во-первых, речь про попутный газ. Раньше он расценивался как мусор. Отходы его просто сжигали. То есть это не полезный, а бесполезный ископаемый. Но так было раньше. Во-вторых, речь идет о переработке этого газа. То есть не только добыча, а переработка и получение продуктов с высокой добавочной стоимостью. Радует, что сегодня попутный газ в России почти не сжигают, и даже гигантская стоимость в 150 миллиардов не останавливает. Сжигать нельзя, использовать. Государство давно определилось, где тут поставить запятую. А что вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал.